Сотрудники МВД Почуваши изъяли партию контрафактной продукции, спортивной одежды и кроссовок с лейблами известных фирм. Только никакого отношения к этим мировым брендам не имеющие. Моя коллега с прислужбы МВД Почуваши Марина Сергеева о том, как удалось обнаружить подделку и что грозит продавцу. Сообщением о продаже на одном из рынков Чебоксар изделий с признаками подделки обратилась жительница города. На место выехали сотрудники полиции и в ходе проверки подтвердилось, что там действительно торговали контрафактной спортивной одеждой и обувью под видом известных мировых брендов. У 50-летнего предпринимателя было изъято 83 пары кроссовок и 6 шапок. В ходе разбирательства было установлено, что документов у этого предпринимателя не имеется на товар. С его слов, якобы товар им закупается в Москве, причем закупка происходит не в количественном отношении, а килограммами, то есть весом. Своей вины мужчина в произошедшем не видит. Говорит, что даже не предполагал, что продукция может быть поддельной. Но это не освобождает его от ответственности. Административная ответственность предусматривается статьей 14.10 в Кодексе об административных правонарушениях. Статья звучит как незаконное использование средств индивидуализации товаров. Штраф предусмотрен в размере 50 тысяч с конфискацией товаров. С начала года чувашские полицейские выявили 51 административное правонарушение, связанное со сбытом контрафакта. Как показывает практика, чаще всего подделываются спортивные одежда и обувь, DVD-диски, наушники и моторное масло известных фирм.